Вот почему, друзья, Павел, Деяние 20 глава, 28 стих. Руководство церкви, Павел обращается к руководству и говорит, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, епископами, то есть, пости церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей». Вот эти люди, о которых мы говорили, они больше смотрели за собой, заботились о себе, больше, чем об овцах, за которыми они обязаны по роду должности своей, по роду служения своего заботиться. Откройте Иезекииль 34, 8 до 10. Иезекииль 34, 8 до 10. Тут у него есть слово о лжепастырях, которые были в то время, и от них были отняты их привилегии. Иезекииль 34, 8, 9 и 10. «Живу я, — говорит Господь Бог, — за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастырей самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, — вот, я на пастырей и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их». «Благодарю сердечно». Но тут видно их привилегии и то, как они за свои поступки будут лишены права пасти овец Божий. Иными словами, человек, не чувствующий ответственности за других, думающий только о себе, он осужден. Таким образом, вот, Иуда осуждает вот такой эгоизм, который разрушает братство, разрушает отсутствие чувства ответственности за других. Ну, действительно, один из самых таких обличительнейших отрывков в Новом Завете. Вы знаете, к счастью, ну, настолько гнусное вот существо я не встречал в церквях. Да, были, конечно, своего рода отступники, но до такой гнусности я не видел, конечно. Но если слово говорит, оно так было. Может, где-то и есть. Господи, помилуй нас от этого. Самый обличительный текст, который вот здесь используется. Один из толкователей, Моффорд, Моффорд 2Ф и 2Т, Моффорд, так вот он пишет, послушайте, море, земля и небо обыскиваются, чтобы найти иллюстрацию характера этих людей. Иуда уже коснулся всех творений, от ангелов до людей и животных. Однако еще остается царство природы. И в пяти блестящих словесных образах он приводит перед нашим взором землю, воздух, деревья, море и звездное небо, чтобы завершить панораму, необходимую для того, чтобы представить местному собранию описание отступников. То есть пять образов он берет и вот таким методом объясняет и открывает их сущность. Потому что вот эти пять природных явлений, друзья, они действительно дают назидательную картину истинной природы предателя веры. Его истинная природа вот в этих пяти моментах. Тот, кто предает веру. Вот цель и подача такого иллюстрированного материала, чтобы осветить умы верующих в местной общине. Томас Фуллер тоже в стародавние времена подметил. Сравнение – это окна, которые дают самый лучший свет. Такое вот образное представление истины – это, конечно, гораздо более мощное средство, наставление, чем какое-то простое описание. Кстати, говоря об Иисусе Христе, друзья, Он есть свет мира. Он тоже старался наполнить свою речь сравнениями. И все, кто Его слушал, с удовольствием приходили и слушали. Простые люди. Вот представьте, примеры, которые Он берет, Он такой авторитет придает практике усиления небесных настроений, что ли, с помощью каких-то образов, сравнений. Вот Он берет проповедь, поднимает малого дитя, да, малого ребенка, ставит его посреди учеников и наглядно показывает природу нового рождения. Что вам надо родиться свыше, вы умолились как дети. Ну, что тут толковать уже? Ну, настолько просто и доступно. Помните, когда люди имели беспокойство в себе, вот не один день, может быть, он наклонился, сорвал лилию. Сорвал лилию, да? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. И в этот момент вороны летают, да, над головой, можно представить. И Он указывает на них, говорит, посмотрите на воронов, они не сеют, они не жнут, нет у них ни хранилищ, ни складов, ни житницы. Бог их питает. И это вот все тут же, тут же, тут ребенок, тут, пожалуйста, это лилия, тут же вороны, мгновенная иллюстрация. Ничего не надо искать, никаких книгах не надо рыться. Вот это то, чему Иуда научился у Христа. Это действительно учитель всех учителей, он мастер метафора. Поэтому Иуда принимает этот особенный стиль, вот передачи таких истин, и как бы следует по стопам Господа нашего. Ну, опять же, послушайте, доктор Татфорд, что он говорит? Я прочитаю. Быстрый Божий меч молниеносно вытаскивается из ножен, и поражающие масштабы монстра отступничества обнаруживаются в своей ужасной духовной ноготе. Пять громогласных заявлений, в которых сама природа выступает свидетелем, образно возвещают жалкий характер и тлетворное влияние тех, кто отвергает веру, раз и навсегда преданную святым. Ну, такие интересные, знаете, ну, они на долгие годы остаются, вот, высказывания людей, которые глубоко изучали эти тексты. Ну, и действительно, то, что делает Иуда, он шокирует своих слушателей теми вещами, о которых говорит. Представьте себе, какую реакцию могло вызвать это вот письмо или эта проповедь в общине, когда было раскрыто его, все его содержание. Нам, к сожалению, неизвестен, конечно, результат вот этих эпизодов в истории той общины местной или тех общин, где Иуда проповедовал. Но, наверное, в вечности все это откроется, дорогие. Сегодня мы можем только восхищаться его стилем, вот, и его манерой. Следующее, что, да, мы не успеем сегодня пройти, но если два часа будем сидеть, пройдем, 12-13. За час не успеем. Еще одно сравнение давайте мы посмотрим, дорогие. Потому что тут действительно насыщенность. Когда мы изучаем отдельное изучение каждой фигуры, вот, это подчеркивает такие заметные черты, которые откроют нам истину. Допустим, вот, например, скрытые скалы, да, или, как мы прочитали, соблазн, спилос у греков. Вот. Вот, оно очень редкое, это слово, и в Новом Завете оно только у Иуды используется. Вот, у Петра и у Иуды. То есть, вот, больше нигде это слово, вот, и оно описывает, я уже говорил, гряду скал или рифов, которые находятся под поверхностью воды. Они угрожают всем, кто может столкнуться с ними. Очень скрытые такие скалы, вызывающие кораблекрушение и погибель. И поэтому отступника Иуда сравнивает, как с верхушкой айсберга. Малая часть его видна, но если корабль с ним столкнется, он обязательно пойдет ко дну. И бедствие ужасных масштабов. Так вот, несовненно, вот эти люди на вечерях любви, они были настоящими обжорами. Вот. Помышляя только о том, как удовлетворить свой аппетит. Вкусная, такой обильной пищей. Тем не менее, даже в Ветхом Завете, притчи 23.2. Ну-ка, посмотрите, что там написано. Есть предостережение всем нам, дорогие, всем абсолютно. И любящим покушать, и нелюбящим. Притчи 23.2. И поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Спасибо. Вот садишься кушать за любой стол, дорогие. Поставь уже внутренне, ставь себе преграду. Потому что есть еще люди. Не обнаруживая свою сущность. Даже если ты голоден. Обычную пищу всегда надо принимать со святым благоговением. А тем более на вечерях любви. И поэтому мы иногда за обычным столом объедаемся больше, чем за праздничным. Легко и незаметно. Ну, изобилие пищи на столах, особенно радушие братьев и сестер на праздник жатвы, на Новый год или когда-то. Ну, оно, как бы, знаете, не имеет границ. И легко, и опасно можно присыщаться, теряя контроль над собой. Это как сеть опасная. Иуда описывает этих людей, как вот такие скалы, рифы, которые грозят кораблекрушением обществу. Опасность их заключалась в лживости. Они скрывались. Лжеучение их находилось под поверхностью. То же самое происходит и сегодня. Всякий лжеучитель, лжепастырь, он окружает такую свою ересь многословием, ложной набожностью. И как зазубренный риф, доктринальная его вот эта основа, она режет тех, кто стоял на правильных устоях. Безводные облака. Еще одна метафора, друзья. Безводные облака, носимые ветром. Что-то Иуда через этот образ тоже пытается передать. Ну, кто был на Востоке, кто не был, кто читал, может быть, кто знает, что самое величайшее, одно из величайших благословений, дорогие, на Востоке – это вода. Скоро и тут мы будем ощущать ее значимость, нужду в ней. Но вот на Востоке она особенно драгоценна. Фермеры, земледельцы, они очень часто смотрят в небо. В некоторые периоды, моменты, хоть что-то маленькое какое-то облачко рассмотреть. И вот когда вот эти курчавые скопления вот этого пара, да, они появляются, люди радуются. Потому что эти облака обещают дождь. Не может быть ничего более фальшивого, более ужасного вот на Востоке, которое такое горчайшее разочарование приносит. Это безводное облако, друзья. Ничего уже хуже нет. Это явление было точным представлением лжеучителей церкви. Их вид был обнадеживающим. Но товар не был поставлен ими. То есть это были мошенники. Они заходили в церковь, ну, имея авторитетнейший, пафоснейший вид. Плюс к тому, имея звания какие-то там, понимаете, регалии, может быть. Ученые степени. Этот человек, он идет с портфелем, идет кафедрой. О-о-о-о! Все в шоке. Вот сейчас он скажет. Вот сейчас он выйдет. Он так скажет, что всех возьмет и, ну, все раскроет, что нужно. И люди ждали. А он выходит и ничего не говорит толком. Льет воду. Вот что-то подобное вот эти мошенники делали. И вот на Востоке люди в период засухи, они молились, страстно молились о неспослании дождя. И вот когда ливень задерживался, зелень становилась коричневой, цветы вяли, кусты засыхали. Жизнь животных под угрозой. Уровень воды в водоемах снижается. Люди все сильнее и сильнее ожидают дождя. И когда в небе появляется облачко, они, ну, все, ну, вот оно, ну, наконец-таки уже мы будем иметь дождь. И вот так распространяется слух, что пойдет дождь. Слух пошел, и люди последнюю воду, которую берегли, они, да, все равно дождь пойдет. И последнюю выпивают. Уже ничего не остается. А облако прошло мимо. И дождя нет. А то, что оставалось как бы на запас, выпито. Водоемы истощаются. Зато они видят облако. Зато облако радует их глаз. Но ничего нет. Они уносятся ветром. Облака без воды. Я был этим летом у своих родных. У дочери, у внука, у дочери и сына, у жены, у течи. Короче, все же мои там, вы знаете. И там началась паника просто, началась с этим. Там, где живет теща на большой горе. И вот буквально вот так вот я выхожу и вижу, вот это почти, там маленький кусочек не видно, все Симферопольское водохранилище. Вот с ее забора я выхожу на горе молиться, там мы все там молимся. И вот это все, водохранилище его видно. Я такое жалкого зрелища еще не видел. Оно вот так вот сжалось, и там где-то пятачок воды посредине. Ну, мы, может, слышали эти новости. Там беда сейчас с этим вопросом. Даже вот сейчас, осенью, все равно оно как-то очень тяжко пополняется. Так вот, друзья, люди паникуют и ждут. Ждут очень часто. Вспомните свое детство, свою жизнь. Когда не было, как вы, с какой вот вы надеждой смотрели на это облако. Вот оно, вот оно, полное воды. И вдруг оно пустое пронеслось мимо. Какое разочарование. Вот Иуда берет и сравнивает это с людьми, которые пытаются что-то проповедовать в церкви. Учить людей в церкви. Откройте Третье Царство, 18, 43, 44. 43, 44. Третье Царство, 18, 43, 44. И сказал отраку своему, пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел. И сказал, ничего нет. Он сказал, продолжай это до семи раз. В седьмой раз тот сказал, вот, небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую. Он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Спасибо. И вот туда-сюда должен был, да, отрак бегать, чтобы докладывать, идет, не идет облако. Ну, Илья молился, ему было открыто, что будет дождь. А представьте, если такая надежда, такое ожидание, и оно мимо прошло, и там ничего нет. Петр добавляет к этому, 2 Петра 2, 17. Смотрите, друзья, что здесь написано. Это безводные источники. Облако всегда источник воды. Вот он говорит, это безводные источники. Облака и мглы, гонимые бурей. То есть они похожи, полностью соответствуют виду, что сейчас будет и буря, и мгла, и дождь, и вода. Но там ничего нет. Им приготовлен мрак вечной тьмы. И вот тут Петр использует два поэтических образа – источник и облака. Они особые ценности имеют на Востоке. Источник без воды мог принести огромное разочарование в жаркой, сухой стране. Поэтому и лжеучителя претендовали на то, чтобы быть духовным источником, чтобы наполнить жаждущую душу. Но в действительности они ничего не могли духовного дать. Ничего не давали. Фраза «облака, гонимые бурею». Ну, я уже говорил, как вы знаете, появление облакова обещало дождь. Иногда сильный ветер мог разогнать облака и оставить землю раскаленной, сухой. И казалось, что лжеучителя, обещая вот эту свежесть духовную, ничего подобного не могли дать. Поэтому вот за этот ложь, за эту пафос, за этот обман фраза «мрак вечной тьмы» – это преисподнее, друзья. Такое наказание. Иуда 1.13 и Матфея 8.12. Если можете, откройте Матфея 8.12. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Спасибо. Иуда 1.13 добавляет «мрак вечной тьмы». Это не что иное, как действительно преисподнее. Наказание этих людей там. Полезно обратить внимание на, я уже заканчивать буду, на контраст. Посмотрите внимательно. Зазубренные скалы, вот эти рифы, да, и эти облака. Скалы опасные. Облака безвредные. Они никакой опасности не несут. Они надежду как бы. Скалы невидимые. А облака видны всем. То есть, очень похоже, как сатанинские какие-то агенты. Как дьявол может появиться, как рыкающий лев. Очень опасный. Очень опасный. Рыкающий лев. А в другом случае они могут прийти, как ангел света. Вот как облака и скалы. Опасность и безопасность. Но смерти там и там. Погибели там и там от этих людей. Вот они настолько правдоподобны. Их учение вот такое вот тоже хитрое, аппетитное. Но там это все блеф. Там обнаружится покрытая рубцами вот эта грязная сторона характера этих людей, которые желают повести стадо сознательно в другую сторону. Немножко еще скажу, дорогие. Можно предположить в отношении этого потрясающего эпитета Иуды. Проблема состоит не только в том, что нет дождя. А вот такие облака еще и солнце закрывают. Когда они находят, они не только дождя не дают, пусто все, надежду украли. Но они закрыли солнце. Оно дает питание, оно поставляет энергию, витамины, дает тепло. Так вот эти люди причиняют церкви двойной вред. Они обещают напоить, накормить духовно церковь. Но этого не делают, а наводят мрак на нее. Церковь находится в мраке, продолжает обнадежен. Крадут у церкви питание духовное, свет, силу крадут. И в результате не остается ничего, кроме грусти и какого-то дефицита. Именно таковые последствия действия вот этих людей для общения с верующими. Они затуманивают взгляд на солнце правды. Ну, опять же, друзья, вот эти люди, подобные безводным облакам по Иуде, носимые ветром, которые не приносят дождя, и деревья, о которых мы будем говорить, которые в пору собрать урожай, а там ничего нет. Вот эти два сравнения, два эпитета эти, они очень связаны между собой, потому что характеризуют людей, которые претендуют на высшие требования в церкви, но никакой пользы не дают. Бывали в Палестине такие времена, когда люди молились, чтобы упал дождь. Вот. И если в это время по небу проходило облако, оно такую надежду давало, дорогие, но часто бывало иллюзии, уносило светом, дождя не было. А в пору сбора урожая люди ушли, потому что время надо собирать, подходили, а там ничего нет. Ветви от плодов должны ломиться, а там нет ничего. Поэтому в основе вот этих двух сравнений лежит важная истина. Пустые обещания, они бесполезны. А Новый Завет ничто не осуждает так бесповоротно, как все бесполезно. Никакая показуха, никакие красивые слова не заменят полезные для церкви вещи. Действия какие-то полезные. Добавляет. Добавляет Иуда, здесь еще маленький момент, написано, носимые облака, носимые ветром. То есть, это люди подвержены влиянию ветров, дуновению ветров. Они подпитывают себя новыми, непонятными, модными вероучениями. Петр называет их, 2 Петра 3,16, неутвержденные. А Павел, Ефесианам 4,14, Павел предупреждает, чтобы мы не увлекались всяким ветром учения. Дунуло какое-то учение и понесло человека. Он уже там. Дунуло оно. Я, к сожалению, вот как приезжаю туда к теще, мы с ней... Ну, она с детства верующая, очень хорошо знает Писание. Но она прицепилась к вот этим Ютубам, к этим роликам, к этим всем проповедникам, кого она только не слушает. И все время меня спрашивают. И я всех их отметаю от нее. Я говорю, пожалуйста, не слушайте. Я вас умоляю, не слушайте. Бросьте, выходите на собрание. Неужели вас там мало кормят? Ну, вот хочется ей слушать это. И все новое, как губка впитывает. И потом мне рассказывают это все, проповедуют за столом. Но я понимаю, что это не то. А она заражена, захвачена этим. Ее несет. Она на этом ветре крылья расправила, несет, и она ходит воодушевленная. А это ложь. Это ложь, что она... Я сам слышал эти проповеди, я знаю, что это ложь. Дорогие мои, не увлекайтесь всяким ветром учения. Вот эти люди, они просто... Вот это была их подпитка. Поэтому Иуда, делая вот такое своевременное заявление, он показывает, насколько сильны вот эти вот лжеучители, лжепастыри. В те времена они очень сильно себя представляли, что они великие умы были. Современность без них гаснет, просто тухнет. Они хвастались своей высотой, ходили с важным видом. Исследовали все новое, модное. Поэтому нам надо видеть, друзья, такое и остерегаться. Другими словами, у них были обещания очень заманчивые, но каждое их действие оставляло желать лучшего. Они не способны были принести желанное оживление. Притча 25-14. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Вот такая вот истина. Поэтому лжепасторы, лжепостолы, лжеучители, они не могут напоить жаждущие души, духовные, напитать их. Они только притворяются, что могут успешно это делать. Как облака, конимые ветром, они скоро исчезают. Вы готовы еще часик посидеть? Да я шучу, я не смею претендовать, конечно, на ваше время. Оно драгоценно, у каждого из вас оно определено. Но я почему-то думал, что мы успеем все это пройти. В общем, мы остановимся сегодня. Осенние деревья бесплодные, дважды умершие и сторгнутые. Я очень благодарен вам, что у вас желание было пойти и проследить дальше эту мысль у Иуды по его посланию. Если Бог позволит, будем это делать дальше, чтобы его закончить. Редактор субтитров А.Семкин